Всем привет! Я у метро Тёплый Стан и сегодня у меня очень насыщенный рабочий день. Отправлюсь в несколько увлекательных путешествий прямо за МКАД. Первая поездка будет отсюда длиной в 25 километров. Маршрутка 433 везет меня в Троицк. Пара минут и мчимся по Калужскому шоссе на юг Новой Москвы. Всего полчаса и я на месте. Жилье в Троицке дорожает быстрее всего в столице. Летом цена за квадратный метр жилья выросла за один месяц больше, чем на 13%. Жители ждут метро. Новая изумрудная линия, которая недавно была частично запущена, недаром ведь зовется Троицкой. В горизонте до 30-го года Троицк также станет городом, в котором есть метро. И это, конечно, кардинально повлияет и на рынок жилья. Ну а в будущем, в районе 30-го года, Троицк ожидает открытия конечной линии метро Троицкой. И тогда все поменяется еще больше. И в первую очередь, конечно, это отразится на экономике города. Впрочем, добираться до старой Москвы удобно и сейчас. Добрая половина жителей каждый день ездит на работу поближе к центру, до разных линий метро и МЦД. В самом Троицке приятно погулять и насладиться спокойным ритмом. А еще это ведь не просто город, а Наукоград. Здесь работают 10 научных институтов, на базе которых трудились многие нобелевские лауреаты по физике. Например, Павел Черенков, Николай Басов и Александр Прохоров. Для деловых встреч и обмена знаниями великие умы собирались здесь, в Доме ученых. Теперь сюда приезжают школьники со всей Москвы. Для того, чтобы наглядно посмотреть, как работают законы физики, которые с сухим языком написаны в учебниках. Зашла сюда и я, бывшая Троечница. А вдруг наверстаю упущенное. Например, этот летающий шарик над стулом показывает нам, как работает закон Бернули. По причине этого закона нельзя стоять на краю перона, когда мимо проходит быстро идущий поезд. Таким образом там создается пониженное давление. Если мы будем подходить к этой стенке, нас затянет на поезд. Никогда не любила физику. Но жила бы я в Троицке, думаю, сидела бы сейчас где-нибудь в лаборатории и разгоняла бы фотоны быстрее скорости света. В Наукограде можно все. И даже телепортироваться. Как вам такое? Я в Зеленограде. Это, кстати, еще один Наукоград. Центр электронной промышленности и самый зеленый округ Москвы. Здесь в 80-х годах производили знаменитые электронные игры «Ну погоди». Некоторые из них были даже с часами и будильником и стоили целых 25 рублей. В переводе на сегодняшний курс можно было бы купить проездной по тройке на два месяца. Кстати, сегодня здесь производят чипы для этих самых троек и банковских карт. А еще микросхемы, 3D-принтеры и глюкометры. Архитектура района очень соответствует тематике. Некоторые издания выглядят как будто компьютерной микросхему в увеличенном размере. Даже эта типовая брежневка, на первый взгляд, выглядит уж очень футуристично. Зеленоград входит в состав Москвы с 1968 года. Но местные жители до сих пор называют себя не москвичами, а зеленоградцами. Недавно в Зеленоград и добрался МЦД. Собственно, это улучшило нашу транспортную ситуацию. Потому что вспомнить буквально пару лет назад остановку 12-го микрорайона или же остановку нашей детской поликлиники, когда было большое количество очередей, или же, например, как добраться с новой части города на старую, всегда это была большая проблема. Ну что, прокатимся? Доехать можно напрямик от станции МЦД Зеленоград-Крюково до центра Москвы за один час с комфортом на любимой Иволге. Я направляюсь в Сокольники. Там меня ждет мой следующий транспорт. Итак, друзья, а теперь поедем поглядим с вами на еще один населенный пункт, который входит в состав Москвы – поселок Восточный. Добираться будем также на автобусе. Маршрут, между прочим, с пометкой «Экспресс». Так что домчимся с ветерком. Весь путь, а это 13 километров, занял 30 минут. Я пригласила на прогулку Наталью. Она риэлтор и спец по московским районам замка. Это очень зеленый район. Очень много аллей, очень много скверов. Этот район заиграл новыми красками и стал еще более привлекателен для населения и для людей, кто хотели бы переехать, скажем так, в ближайшее Подмосковье, но при этом иметь московскую прописку. Поселок находится между двух лесопарков – Лосиноостровского и Горинского. От МКАД всего 3 километра, но атмосфера совсем иная. Архитектурных изысков здесь, правда, особо и нет. Но посреди спального района я нашла эффектное здание с колоннами. Это бывший храм Дмитрия Солунского, а сейчас – арт-пространство. За этот год в дальних округах столицы открыли 30 новых маршрутов, а время в пути для жителей сократилось на четверть.